Друзья, всем привет! Прыгаю тут уже два дня вокруг велосипеда. Все никак не пойму, как мне вживить сюда эту гигантскую турбину. Сначала хотел удлинять раму. Видите, здесь можно разрезать, вставить какой-нибудь профиль и удлинить ее. Сделать подлиннее, чтобы все благополучно помещалось. Вот я так поприкидывал, поприкидывал и вроде бы как и так нормально. Просто повыше ее поднять и начинать, так сказать, уже внедрять этот турбовальный двигатель к моему замечательному велосипеду. По всем моим расчетам, валить он должен просто космически, может быть даже феерически. В принципе всю концепцию я продумал. Смотрите, здесь уже есть маленький шкив. Ну а снизу я внедрил уже звездочку под цепуру, которая не имеет рычага. Чуть-чуть позже вы увидите, как там все устроено, как я это обточил. И самое главное, самое интересное, что все очень элегантно и отлично получается. Все становится, как так и должно быть. То есть сторона вращения турбины соответствует. Получается, колесо будет вращаться в нужную сторону. Ну а конкретно сейчас нужно будет изготовить большой, очень большой шкив. Правда не нравится мне, что тут квадрат. Но куда деваться, придется сделать квадрат такой. Хотя может быть все-таки стоит изготовить вал собственной конструкции, где все будет удобно и красиво крепится. Потому что что с этими квадратами, мне кажется, много проблем будет. Трудно будет их сделать точно и шкив будет бить немножко. А тратить такой блин, гигантскую болванку, тем более это подарок от подписчика, Совершенно не хотелось бы. Болванка диаметром 200 миллиметров. Именно такой мы сейчас будем точить шкив. Роскошный. То есть, как вы поняли, всех приглашаю на экономию металла, друзья. Должна быть дюраль в D16T. Эх, жалко использовать такой блин. Но все ради вас, ребята. Ради классного контента я постараюсь сделать очень красивую деталь. Все-таки надо уже скоро менять подшипники на станке основные. Видите, зеркало не сказать, что прямо зеркальное получается. Вблизи оно отражает, а там вот уже не очень. Похоже на линзу френеля больше, чем на зеркало. Рыб CHANCE ФРАНИЛ follow со временами sciences. Всем пока. Пают? Пау ЧТО. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, квадрат есть. Я его еще буду укреплять, но посадка дикая. Пришлось отключиться и реанимировать все это дело, потому что застряло, друзья. Но зато сейчас мы можем примерить и посмотреть, какое биение. Ну честно говоря, биение есть во всех положениях, но вот в этом оно минимальное. Крутится прикольно, конечно, можно было бы оставить и такой маховик, но нет, буду облегчать. Так что теперь можно превращать этот маховик в двух ручейковый шкив. Примерно такой, как здесь. Выбрал друг ручейковый, потому что передаточное отношение очень большое, а здесь диаметр маленький. Передаточная, кстати, около пяти получается. Здесь около пяти и здесь, допустим, один к двум, то есть один к десяти минимум будет. Хотя цепурой еще можно, сами понимаете, под изменить, под улучшить ситуацию, если будет, например, вялый старт или слишком резкий старт будет, а маленькая скорость. Короче, можно варьировать все это дело. Велик, я смотрю, потихоньку собирается. Сначала просто заглубляюсь. А потом уже буду потихонечку расширять и подгонять углы, потому что на разном диаметре углы разные. То есть на маленьком шкиву угол чуть-чуть другой, нежели на большом. Я подгоняю интуитивно, иногда даже использую краску, то есть по методу шабрения, так сказать. Не выдержал и сделал спецрезец. Мне кажется, так дело пойдет веселее. Правда, работать нужно на малых оборотах. Главное, обороты небольшие. На больших оборотах начинает зудеть. Все-таки съем металла сразу с двух сторон идет. Основная часть работы готова. Осталось облегчить и обрезать. Удалить, так сказать, нижние. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, собственно, что получилось. Красота, конечно, неописуемая, друзья. В принципе, я доволен происходящим. Не, ну это вообще роскошь. Реально, если делать, то только так. Плюс, заметьте, сделал облегчение, чтобы он не был особо уж сильно тяжелый. Давайте взвесим его, посмотрим. 1266 грамм. Правда, есть один негативный нюанс, который может меня замедлить. Ремешки, которые я купил, они малость коротковатые. То есть не дотягивают они. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, вот вам наглядная демонстрация. Видите, не дотягивает до того маленького шкивка. Совершенно не дотягивает. А я бы хотел, чтобы турбина стояла именно там, именно в том месте. Потому что, если она будет ближе, она уже будет цепляться за звездочку. Ну либо надо как-то, чтобы она перекрывалась. В общем, что-то надо думать, что-то надо решать. Проще всего найти новые кленовые ремни и поставить их. Ну а маленький шкивок придется перетачивать, потому что он коротковат. Надо, чтобы дальше он торчал. Прикупил новые ремни. Они немножко длиннее, чем прежние. И уже, ребята, у нас все получается. Угадал. Смотрите, какая роскошь. Уже примеряю турбину. Будет два ремня, но для прикидки подойдет и один. Все помещается, правда, в притирку. Турбина, конечно, эпично смотрится на этом байке. Я просто в шоке, друзья. Очень интересно, как оно поедет, как оно себя поведет. Сейчас нужно делать переходную пластину. То есть пластину, на которую вся эта кухня будет крепиться. Плиты у меня, как вы понимаете, имеются. Вот смотрите, есть узкая полоса и есть широкая. Узкую я как раз покупал на велосипед. Ну а это у меня осталось от чего-то. Вот что я делал на гоночный болид. Остаток такой большой получился. Поэтому я думаю, что на узком плохо будет все это смотреться. То есть там полукруг надо вырезать. Ответка на ступицы очень большая. Только за полукруг можно прикрепить. А здесь же можно полноценно вырезать отверстие. Сделать более широкую пластину. Поэтому возьму, пожалуй, эту плиту. Плита из D16T. Хотите этот звук услышать? Звон практически колокольный. Вырезал мега шаблон. Теперь надо его переносить на плиту. Сильно большое тоже не стоит делать. Потому что потом трудно обрабатывать. Так как ручные технологии сделаю с припуском. А потом уже в последующем буду доводить до идеала. Маркер какой-то не сверх фантастики. Такие дюралевые плиты обрабатывать непросто. Но когда есть мега пила с хорошим пильным диском, то всё упрощается. Именно для этого она и покупалась, чтобы распускать люминиевые плиты. Главное не делать очень известную ошибку и не распускать это в помещении. Потому что стружка потом разлетается просто нереально. Потом вот так. Погнали, друзья. Погнали. 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 Знаешь, как это выглядит, Дальнейшее расширение отверстия произведем естественно на фрезере. Видели какой у меня есть инструмент? Незаменимый. Опять тонны стружки. Ну а как иначе? Только так. Вот так можно сделать человеческим ЧПУ. Вот такая получается поверхность, друзья. Уже можно сказать идем к успеху, потому что сверлю отверстия под ступицы. Не понял. Вот так. Всё сходится. Опять же временно можно прикрутить абы какие болтики. Нормальных пока нет в наличии. И нужно для настройки. Главное оцентровать. Сейчас мы уже похоже всё примерим и посмотрим, как получается. Я надеюсь, что вы стараетесь замечать, что этот проект чисто наугад делается. Иногда люблю я так делать наугад, друзья. Что уж поделать. Не всё же в 3d программах рассчитывать, разрабатывать. Главное непонятен результат, что же всё-таки получится. Просто бизнеса. Ты да что такое? Что там на 16 ключ что ли? Приходится ключи на 16 иметь. Друзья, турбина у нас уже установлена. Попробуем накинуть ремешок. Пока что подъемная. Все нормально, можно теперь седлу пониже сделать. Теперь она высокая не нужна, ибо педалей нет у нас. Нормально, диск не мешает ничему. Кайф, ребята, вот это дичь. Я, если честно, просто в шоке, просто в афиге каком-то. Вес имеет, но не такой критичный. Здесь у нас шкивандер, который нужно будет выточить новый, как я уже говорил, потому что он тут еле-еле держится. Даже два ремня поставлю. Я рассчитывал, что турбина будет проворачиваться, но какие-то ремни проворачиваются вообще-то. Все так, как я и рассчитывал, что ли происходит. Надо же. Переборщ. Шкив мы выточим, ничего страшного тут нет. Я надеюсь, у нас опять скоро будет турбореактивная тяга на канале, ребята. Поставлю сюда маленький двигатель на 8 килограмм, и он как-то вот так по трубе будет раскручивать эту турбину, и эта техника точно 100% поедет. Надеюсь, довольно-таки быстро все будет зависеть, какие я передаточные отношения на звездочки поставлю. Ой, да там на самой маленькой на самом деле стоит сейчас. Если бы стояла на самой большой, то вот эта штука крутилась бы гораздо эпичнее. Надо на самую большую звездочку переключиться. Но что-то тут не очень все подходит, по-моему. Вот. И теперь смотрите, турбина уже, когда едем назад, быстро крутится. Видите? Вот так. Механизм работает, механизм вращается. Думаю, звездочки все-таки можно будет подбирать. Сюда я уже прикупил более маленькую. Ну а на заднюю часть будем подбирать, наверное, самые большие звездочки. И, может быть, всего лишь одну передачу напрямую пустим. Меньше будет всяких разных там паразитных явлений. А то еще цепок соскочит, не дай бог, намотается на турбину. Вот смеху-то будет. Ну что ж, ребята, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. И по-братски подписывайтесь на телеграм-канал. Потому что когда пропадет YouTube, как мы будем друг друга искать, я понятия не имею. Но в любом случае я буду одноименный канал где-нибудь открывать. В Дзене у меня уже есть. Но что-то мне там не очень нравится. Рутуб тоже ерунда полная. Короче, пока YouTube это топ. Всё, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok